Прихватили на память. В Турции в одном из отелей не самым лучшим образом проявили себя отдыхающие из России. Приезжие из Сургута, покидая гостиницу, решили уезжать не с пустыми руками. В чемоданах они попытались вывезти десятки рулонов туалетной бумаги, фрукты, алкоголь, полотенца и даже комнатные растения, вырванные из горшков с корнем. Как персональ отеля разбирался с такими гостями, что вообще может грозить туристам за подобные выходки, расскажет Андрей Караманов. Средиземное море, жаркое солнце, пятизвездочный отель, где все включено. Ну как не увезти с собой что-нибудь на память о таком шикарном отдыхе? Видимо, поэтому чемоданы парочки российских туристов набиты солидной коллекцией сувениров. Здесь все, чтобы никогда не забывать курорт. Халаты, тапочки, фрукты со шведского стола, 5 литров коктейля, бейли с разлитой по пластиковым бутылкам, даже 14 рулонов туалетной бумаги и вырванные из горшков комнатные растения. Одна незадача. Жадные сотрудники гостиницы требуют срочно разгрузить чемоданы и даже звонят туроператору. Смотри, смотри, да, еще в другом чемодане. У нас разнесено. Взять от жизни все, что плохо лежит, пыталась супружеская пара из России. Люди, запечатленные очевидцами на видеозаписи, весьма похожи на недавно вернувшихся из путешествия жителей Нефтьюганска. 25-летнего Рустама Фахлесламова и его 35-летней супруги Марии Касьяновой. Пара, кстати, вовсе не бедствует. Рустам является магистром нефтегазового дела и владеет двумя фирмами. Так что прежде, чем допускать подобную выходку, должен был хотя бы задуматься, как будет отмывать репутацию. Известно, что персонал гостиницы наблюдал за подозрительной парочкой всю неделю, а потому был готов к такому повороту событий. Опыт к несчастью имеется, ведь Рустам и Мария далеко не единственные русо-туриста облика о морали. Офигеть просто. Я сейчас тебе снимаю, сейчас покажу. Коллекция столовых приборов, а кроме того бесчетное количество пирожных, пончиков, чайных пакетиков и фруктов. Все это сотрудники одного из отелей нашли в номере, из которого только что съехали отдыхающие. Судя по всему, клептоманы своровали больше, чем смогли унести. Сколько еще еды и вещей покинули гостиницу в их чемоданах, остается только догадываться. А что мы теперь обратно пить будем? А ведь при въезде в отель каждый турист подписывает правила проживания, в которых четко указано. Все включено лишь на территории гостиницы. Вывозить за ее пределы можно только те предметы, которые отдыхающий привез сюда сам. Клиентов готовы носить на руках, но охотников за халявой никто не любит. Мелкое воровство не единственная причина конфликтов в путешествиях. За границей привычные жесты могут носить совсем другие, оскорбительные значения. Не менее важно заранее изучить основные местные законы и правила. Супругам из Нефтьюганска, можно сказать, повезло. Сотрудники отеля решили не наказывать клиентов строго и отпустили их, взяв плату за сувениры по рыночной цене. В итоге парочке пришлось выложить за туалетную бумагу и прочие вещи 231 доллар, а затем уже везти добычу в аэропорт. Кстати, теперь они не гоняются за сувенирами и даже не пытаются увековечить память о путешествии. По крайней мере, ни одной свежей фотографии из Турции на их страницах в социальных сетях так и не появилось. Андрей Караманов, Вадим Савин и Степан Никоин. Вести дежурная часть.